К нашему эфиру присоединяется Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы. Питер, здравствуйте. Добрый день, друзья. Питер, отводясь от сюжета, как бы вы оценили турне президента Зеленского и что бы вы делили из результатов этого турне? Турне действительно очень важное. И, собственно, наверное, самым ярким событием была конфронтация президента Зеленского, который абсолютно не растерялся. И нашел абсолютно точные и четкие слова в ответ на очередной выброс пророссийской чепухи со стороны пророссийского президента Болгарии. По поводу того, во-первых, продолжая в духе китайской риторики называть войну конфликтом, что никто от нее не выиграет и что дополнительное оружие для Украины ничего не решит и только затянет конфликт. Абсолютно пророссийская риторика, которая еще раз напоминает, что даже среди членов НАТО есть на самых высоких постах пророссийские агенты влияния. Несмотря на то, что президент Болгарии в данном случае это церемониальная должность, тем не менее, никто не отменяет важности хотя бы даже номинального главы государства. Это еще раз дает понять не только нам, но и нашим европейским коллегам, что эти агивы и конюшни европейские еще вычищать и вычищать. И, собственно, Владимир Путин рассчитывает на таких персонажей, как президент Болгарии, также в правительстве Словакии присутствуют пророссийские элементы, особенно в его новом формате. Ну, понятно, что сколько раз мы говорили, продолжаем говорить в наших эфирах про венгерского преминистра Виктора Орбана. Это очень важно. И вот такие поездки, понимая также, что когда Украина все-таки получит приглашение от НАТО вступить в свой состав, наверное, это произойдет не в Вильнюсе, но все-таки это произойдет, вот от таких отдельно взятых персонажей будет, собственно, зависеть дальнейшая судьба Украины и ее гарантии безопасности. Я опять-таки напомню, что хватает одного голоса, одного члена из 31, чтобы заблокировать членство Украины в этом альянсе. Это может быть Болгария, это может быть Греция, это может быть Венгрия. Но это могут быть и Соединенные Штаты Америки. Как вы оцениваете заявление последнее Джозефа Байдена, который сказал, что Украина, в общем-то, все-таки еще не готова к вступлению к НАТО? Ну, чисто с риторической точки зрения, это заявление, на мой взгляд, не выдерживает критики. Опять-таки, говорю, тот человек, который понимает, что всецело сейчас Украина в вопросе безопасности зависит от Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, когда мы обратим внимание на то, как опять-таки вступили та же Болгария и Румыния, они вместе вошли в состав НАТО в 2004 году. Не буду сейчас закидывать вас цифрами и статистикой, но вот я разговаривал, общался с военными экспертами насчет того, насколько они тогда соответствовали, Румыния и Болгария в 2004 году, соответствовали общему, скажем так, положению, стандартам, требованиям НАТО. И, собственно, насколько они были более готовыми, чем Украина. Я думаю, что вот по слову вопроса, сама она риторическая, напрашивается уже на очевидный ответ, что не были они намного более готовыми. Просто в их случае не было так называемых красных линий Кремля. И их членство не вызывало никакое сомнение. И, разумеется, европейцы Запада и Европа смотрели на них как центральная Европа, тем не менее, часть нас. Все эти годы Украина не воспринимали как часть европейского мира. В чем заслуга героического сопротивления украинского народа? В том, что сейчас членство Украины в НАТО не только является признанием того, что Украина является частью западного мира, европейского мира, но это дает возможность западному миру сохранить свой soul, свою душу. Поэтому Украина нужна, я думаю, сейчас это можно констатировать, не меньше Западу, чем Запад Украине. И вот не случайно, друзья, отметьте символичность такого закольцевания исторического процесса, саммит НАТО в Вильнюсе. И ровно 10, почти ровно 10 лет назад, тоже в 2013 году, в осенью состоялся, вы помните, саммит Восточного партнерства, где президент бывший Янукович не подписал соглашение с Европейским Союзом и все остальное стало такой кровавой историей Украины. Но вот теперь, 10 лет спустя, знаете, Украина требовала столько субъектности, опять-таки, что уже даже видит во многих европейских политиках, я думаю, такой, знаете, историческую ответственность, собственно, за то, что произошло и происходит сейчас в Украине. Разумеется, я говорю еще из события 5 лет ранее этого Восточного партнерства, я говорю сейчас и про Бухарестский саммит, когда Украину поманили членством НАТО и потом такие не дали. Ну и, соответственно, вот сейчас наш месседж, украинский месседж очень прост. Вот сейчас есть время исправить все эти исторические косяки, будем говорить простым народным языком. Питер, еще хочется, чтобы вы прокомментировали вот что. Бывший вице-президент и кандидат на номинацию от республиканской партии США Майкл Пенс считает возможным столкновение американских войск с российскими в случае поражения Украины. Уверена, вы в курсе, расшифруйте, что он имел в виду. Ну, на самом деле, это не впервые мы слышим, собственно, эта риторика вообще характерна для американских чиновников. Вы знаете, тут сравнивать ситуацию, наверное, не стоит, но, тем не менее, даже вот, если мы обратим внимание, 2003 год и война США в Ираке, как вот тогда я помню слова Джорджа Буша-младшего, мы воюем с ними там, чтобы нам не приходилось воевать с ними здесь. Опять-таки, не очень хорошая аналогия, потому что речь шла о борьбе с терроризмом, знаете, и вот то, что Саддама Хусейна обвинили в пособничестве терроризму, привязали его к событиям 11 сентября 2001 года, но это было, мягко говоря, за уши притянуто. И, тем не менее, логика тут тоже проста, и украинская сторона, собственно, ее и внедряет, и правильно при этом делая, что если Путин не будет остановлен в Украине, ответственность коллективная будет лежать на Западе, чтобы его остановить уже дальше. То есть дальше Молдова, Беларусь мы уже видим, по сути, уже поглощена. Тут еще может, разумеется, быть и Северный Казахстан, тоже как возможная площадка для дальнейшей агрессии. Поэтому то, что он говорит, не вызывает, я думаю, особой контроверсии. Ну, опять-таки, тут, наверное, есть определенный все-таки риторический ход. Никто не говорит о том, что Америка будет готова в ближайшем будущем воевать с ядерной державой Российской Федерации. Но чисто риторически, я думаю, что он сказал правильную вещь. Нужно отметить, что тот факт, что Майк Пенс прилетел в Украину, являясь сейчас кандидатом в республиканских прамерис на пост президента США, это очень важный момент, таким образом он выделяет свою позицию и отделяет его от позиции Трампа, таким образом он порывает с наследием Трампа, которому он верой и правдой, и неправдой, к сожалению, служил все четыре года. Это тоже очень важный момент. Все до единого республиканские кандидаты, кроме самого Трампа, разумеется, и, знаете, еще Десантиса, который колеблется и держит, знаете, ухо на востро, как бы смотрит, в какую сторону будет дуть ветер. Но большинство, все остальные кандидаты полностью поддерживают Украину. И вот даже еще, если мы говорим сейчас про республиканцев, тоже важный элемент в контексте этого контрревесийного решения Белого дома дать Украине кассетный боеприпас. Об этом сейчас говорят все и пестрят этим в соголовке американских газет. Так вот, удивительная штука. Это решение было принято президентом-демократом. Кто его критикует за это решение? Его же собратья по партии, члены Конгресса демократы, а республиканцы, в том числе Майкл Маккол, конгрессмен, который исторически давно уже поддерживает Украину, они приветствовали это решение. Питер, Байден на этой неделе не только остужал наши евроатлантические стремления, он и пообещал Украине защитный вариант, защиту по израильскому сценарию. Как вы считаете, что изменилось в политике Соединенных Штатов Америки, если Байден принимает такое решение? Насколько это в плюс для Украины? И не затормозит ли принятие по итогу Украины в НАТО после войны? Ну, вы знаете, после этого он уже, в принципе, вынужден был разъяснить эту позицию и сказал, что покуда война с Россией продолжается, Америка и покуда Украина не является членом НАТО, мы не можем ей дать гарантии, подобные гарантии Израилю. То есть, вот такая, знаете, уловка 22 получается. Вот для того, чтобы получить эти гарантии, нужно стать членом НАТО. Но они одновременно нужны, пока Украина не стала этим членом. То есть, тут действительно, знаете, белая администрация Байдена немножко риторически запуталась во всех этих, знаете, формулировках, израильских сценарий. Опять-таки, ну, если мы говорим про израильский сценарий и аналог гарантии безопасности Израилю, то давайте тогда говорить про ядерное оружие. Опять-таки, не поймите меня буквально, но самое главное в гарантии безопасности Израиля это его недекларированные виды ядерного вооружения, которых, тем не менее, все знают. У Израиля есть ядерное оружие. Поэтому тут сам Байден опять, мне кажется, наступил, знаете, себе на хвост, если можно так выразиться, или, как говорят в Америке, знаете, засунул себя в рот свою ногу. Это я уже такой буквальный перевод английского выражения. Put a foot in his mouth. Поэтому, на самом деле, сейчас идет очень серьезная работа в поте лица о том, все-таки, что можно дать Украине, чтобы Зеленский не уехал с пустыми руками в Киев. Я, как вы знаете, буквально на прошлой неделе, на позапрошлой неделе был в Вашингтоне, был в Нью-Йорке, общался с целым рядом и конгрессменов, и политиков, в том числе отставных, которые являются большими сторонниками Украины, в том числе отставных послов США в Украине. Но вот есть такой консенсус, что что-то мы должны такие услышать. В Вильнюсе, если вы помните, Зеленский не собирался лететь в Вильнюс в начале самого процесса, когда не было понятно, дадут ли Украине приглашение официальное стать членом НАТО. Но, судя по всему, ему дали понять, что что-то будет все-таки дано. Президент Зеленский летит в Вильнюс. Вот этим что-то может быть все-таки решение дать Украине атакамцы. Потому что вот сейчас, судя из моих встреч, общение с релевантными, скажем так, персонажами в Вашингтоне, у большинства не вызывает контроверсию выдача такого вида вооружений. Большинство просто поводит плечами, не видя никакой логики в том, что Украине не дают атакамцы. Поэтому, возможно, это будут атакамцы. Ну, а говорить об общей такой вот формуле сейчас безопасности для Украины, пока она не стала членом НАТО, как это было сделано в случае с Финляндией, помните, и как сейчас это обстоит с Швецией, которая является аспирантом. Пока говорить об этом рано. Пока никакой формулы, собственно, еще не достигнуто. Питер, ранее стало известно, что в Нью-Йорке Лавров встречался с бывшими сотрудниками американских структур безопасности. Говорят, что контакты спецслужб Российской Федерации и США уже начались. Вы знаете что-нибудь об этом? И что это могут быть за контакты? Касаются ли они обсуждения, возможно, смены режима в Российской Федерации? Да, это прощупывание позиций, собственно, позиций самого Путина, насколько крепко сидит Путин. Ну, опять-таки, тут, наверное, нужно быть крайне наивным, полагая, что какими-то особыми инсайдами с этой группой поделится Сергей Лавров, представитель этого режима, который явно заслужил на почетное место на скамье подсудимых в суде ГАГи. И не исключено, что он тоже будет добавлен к этому списку людей, до которых наложен, собственно, ордер на арест в ГАГу. Ну и, тем не менее, я не буду, скажем так, вменять этим людям отсутствие доброй воли, какие-то корыстные мотивы. Я знаю многих из них лично. Этот вот Чарльз Купчин, тоже известный инсайдер вашингтонский, Ричард Хасс, это председатель Council on Foreign Relations Совета по международным отношениям, который, кстати, неоднократно бывал в Украине и является, скажем так, сторонником Украины. Поэтому тут нужно понимать, что особо пророссийских лиц в этом совещании не было. И были некоторые, на кой счет у меня есть определенные сомнения. Но в целом это достаточно такая взвешенная, не сказал бы, что рутинная встреча людей, в обязанность которых входит поддержание хоть каких-то дипломатических отношений с Российской Федерацией. Не забывайте, что между Россией и США все-таки не расторгнуты дипломатические отношения. Обе стороны хоть и снизили до рекордного низа присутствие своих работников в соответствующих посольствах. Вот опять-таки в Вашингтоне, проезжая мимо российского культурного центра, глядя на понурый российский триколор, вот мне водитель просто сказал, что этот центр стоит по сути заколоченный. То есть там уже практически никого нет. Но опять-таки никто не отменял дипломатические отношения хоть на даже этом уровне. Ну и напомню, что эти контакты происходят регулярно. Об этом мы узнаем немножко позже. Если помним, первый год войны, если не помню, на пятом месяце войны с Нарышкиным продолжались контакты. Если не ошибаюсь, Бернс встречался с Нарышкиным и с Патрушевым. Мы об этом узнали только позже. Как вы помните, и между Герасимовым и генералом Милли, главным генералом Америки, тоже продолжаются контакты. Шойгу, разумеется, общается с нашим министром обороны США. Когда я говорю «наши», говорю «С США» сейчас. Поэтому, опять-таки, встреча достаточно рутинная. Я подозреваю, что эта группа, тот же Ричард Хасс, без особого, скажем так, энтузиазма покинули зал, где они встречались с Лавровым, подобно миссии ватиканского кардинала. Помните, совсем недавно, который тоже, по сути, уехал в Ватикан с пустыми руками, констатировав уже в который раз, что сейчас не время, к сожалению, для мирных переговоров. В общем, как всегда, это имитация бурной политической деятельности. Питер, пока мы с вами общались, появилась замечательная просто новость. Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас продолжает свой визит в Турцию, провел телефонные переговоры с премьер-министром Португалии Антонио Коштой. В итоге, после этого разговора, Португалия стала 23-й страной, которая поддерживает членство Украины в НАТО. Таким образом, счет 23-31, 23 из 31 стран уже за членство Украины в НАТО. Впечатляющий, конечно, результат этого дипломатического ударного фронта нашего президента. Спасибо огромное за этот разговор. Питер Залмаев присоединялся к нашему эфиру. Питер Залмаев присоединялся к нашему эфиру.